и сегодня я покажу вам как я буду сеять колеус как сеять колеус у меня есть на канале уже есть с 2016 года плейлист можете тоже посмотреть зайти вот поэтому показываем вот эти я уже посеяла вот такого плана вот я уже их посеяла посела вместе с лобели как сеять лобели тоже у меня есть очень просто вот я потом вам покажу они вернее я покажу они у меня уже стоят под лампами не стала показ потому что это очень просто с прошлого года есть видео поэтому я не стала углубляться в это показывать опять принцип тот же самый точечный такой просто поверхности как вот в прошлом году и как колеус тоже есть как сеять но покажу так кокосовый субстрат сверху у меня значит здесь вот и вот это вот колеуса 4 семена семечка в прошлом году он мне зашел был прекрасный очень красиво развивался но вот производители видите как 4 семечка он очень крупный очень красивый реально вы меня спросите в прошлом году я вам его показывала и в саду показывал вот именно такой вот он крупный он знаете он такой он низенький до 25 сантиметров даже еще меньше прям, такой хорошенький аккуратненький, очень красивый очень, я хочу, чтобы он у меня рос в этом году в альпинаре между камней, тоже очень красиво будет расти, и как бордюрное то есть растение может так высыплю пока землю, ой землю сказала, оговорилась я тут столько всего сеешь, не мудрено высыплю пока семена сюда, и обязательно я буду как бы подписывать стаканчики что здесь, без этого никак нельзя должен быть у вас маркер, маркеры должны быть, чтобы несмываемые, смотрите в Ашане везде полно продают, где-то я делала уже обзор таких вот как его маркеров, ну ладно покажу еще раз я их испытала, потому что помните, я вам говорила мучилась, пишется, что несмываемые, но смывается очень быстро, и мне кто-то написал, что я какую-то рекламу делаю, смешно, мои дорогие смешно, насчет того, что вы пишете, какая же это реклама разве вот эти нуждаются в рекламе да их в Ашанах, крупных вообще мега магазинах, этих здоровущих супермаркетах, это море их они не нуждаются, производители в том, чтобы я мелкая какая-то тут женщина с своей рассадой вожусь, чтобы я рекламировала, позор, просто девочки, всегда, дело в том, что когда показываем что-то, мы же делимся с покупками, а не рекламируем мы бы уже, знаете, как обогатились, меня бы уже не было на канале бы, если бы я вот все, что покупала каждое молочко, вот это рекламировала не нуждаются производители в нас, чтобы мы рекламировали такую мелочь я там показала упаковку так я просто купила упаковку, потому что мне много нужно будет, представляете, сколько мне нужно будет подписывать пиросаны и кустарников и все такое потому что уже пять сообщений я таких прочитала, комментарии, поэтому сразу отвечаю на одну общую, как говорится в общем, ответ даю всем так что зря, когда кто-то так думает, пишет и что же, вот здесь у меня разбавлены, значит здесь у меня, вот в данном случае, энерген я разбавляю и стимуляторы роста мои любимые, все знают, кто со мной это стимуляторы, такие как энерген, эпин, НВ-101 из энергена мы делаем такую вот водичку, водичка должна быть 40 градусов, 30-40 градусов вот как темное пиво, все и поливаем сверху вот так вот так, сейчас я скажу, что у меня там хотя я уже говорила про эти горшочки, там у меня вот столько земли, хорошей плодородной земли, сапропелем я испытала в прошлом году и в этом году решила вот ею сажать тут нарисованы огурчики, но это не надо бояться это фирма Гера не надо бояться, что она для всех цветов берем грунт для всех-всех-всех то есть и то и другое можно я уже говорила, не буду углубляться вот поэтому земельку, конечно, берите какую вы хотите еще я очень хорошо терравита беру потом живая земля тоже можно, ну просто понимаете, иногда бывает серия хорошая или там подделка, что ли иногда плохая смотрите сами но если вы будете пользоваться вот таким вот кокосовым субстратом либо агроперлитом это прекрасно не будет у вас сверху никаких плесен ничего не будет появляться итак, вот они наши семена они у нас мелкие гранулированные и вот один горшочек у меня я буду сеять показываю ну это как обычно берете спичку либо так, сейчас, секундочку вот, либо шпажку либо зубочистку и раскладываете семена вот четыре штучки вот они очень красивые такие нежненькие пожалуйста вот так можете вместо кокосового субстрата можете агроперлит пожалуйста посыпать сверху такой вот 0,3 мм так скажем и тоже ну агроперлит может быть любой фирмы ну тут уж не будешь все это показывать и тоже намочить его он держит влагу и тоже у вас зайдут семена но только поверхностно эти семена сеются поверхностно и теперь я сверху тоже эти семена вот так вот вот у меня есть такая вот груша спринцовочная я вот их раз и все и они прекрасно у меня здесь зайдут все так, так же я уже эти короче намочила и буду сеять другие смотрите дело в том, что я не сказала вам что мы когда мы земельку набиваем земельку я ее тоже проливаю и тоже проливаю можно фитоспорином разбавленным на упаковочке смотрите как разбавлять там все есть как это сделать по инструкции обязательно вот и вот этим тоже тоже очень хорошо энергенчиком зайдут хорошо семена так буду сеять другие здесь у меня походу дело 10 семян вот так вот девчонки не так уж и много семян и прямо боязно их из этих пакетов вынимать не дай бог они растеряются они не проливают так вот это лабелия я покажу какой пакетик какой фирм я купила они даже вообще без пакетика внутри просто в общий пакет положены а сами знаете семена лабелии они прям прилипучие такие они проливают к рукам вот к этому пакету и я кое-как их оттуда забрала и посеяла это что-то с чем-то вот так вот производители на нас экономят берут с нас деньги и вот таким образом поступают вот такие дела с этими производителями я потом вам покажу ну что ж мои дорогие я расставлю здесь потому что получается что это очень долго тоже я их вот так вот беру и как бы вот их можно прям прям ручками вот эти посеять они без оболочки но я тоже вот так вот беру их и вот раз на любую поверхность на любое тут место где хочу вот просто кидаю и все они вырастут и так неплохо вот на перлите они очень хорошо заметны очень даже при очень потому что перлит у нас белый агроперлит вот так вот можно видите и ничего потому что эти семена колеуса можно вот так вот сеять все вот и обязательно я как я уже сказала подписываю значит здесь у меня русский размер вот я его подписываю вы скажете пишу на черном черном этим все прекрасно видно все прекрасно видно так русский размер так пишу тоже обязательно нужно писать число когда вы это посеяли пишите число дальше здесь у нас уже идет так какой у нас так скарлетт пишу скарлетт колеус скарлетт вот убираем здесь у нас будет вот такой нефрит он мне очень нравится очень красивый колеус очень девчонки просто нет слов такой красавущий листва такая прелесть колеус у нас же не за цветочков красиво смотрится здесь очень ценные листья если кто-то уже смотрел с прошлого года о колеусе я рассказывала о том что колеус очень красив только за счет этого и что нужно сделать вот здесь я очень вам тут видно прям покажу вот эти вот соцветия я отрываю хожу и прищипываю когда только они появляются и тогда у нас кустики кустятся получается очень красивые и не будут зацветать потому что у них метелкообразные такие метелочки торчат они некрасивые ну можно там оставить кустик полюбоваться мелкие такие лавандовые цветочки вот но их лучше желательно убирать и кустик у вас будет как бы побольше вообще я сею значит пересаживаю по 2-3 вместе и получаются такие кустики крупненькие ну кому интересно посмотрите у меня они растут рядом с ипомеи обвивают ипомеи веранду а впереди стоят калеусы уже второй сезон так сею так ну я имею ввиду сею второй сезон вам показываю вот в прошлом году нет сейчас вам скажу 2015 они у меня там были и 2016 вот на этом участке здесь по 10 семян там 4 а тут по 10 семян этого калеуса вы знаете еще что хочу сказать мне девушка одна пока вспомнила пока сею сказала что у меня получается такая герпирунда покупаю калеус и смесь калеуса короче она покупает и реально на самом деле получается что это она говорит там на самом деле нет этого да я тоже девочки точно так же покупала смесь и ничего подобного обычный один сорт какой-то может быть один стебелечек попадется другого поэтому я беру по отдельности вот сейчас вам покажу какой я сеяла вот этот вот этот да вот он имеет либо потемнее в прошлом году он показывал бордовые либо такие знаете персикового цвета вот здесь вот цвет вот эти как бы так вот два таких оттенка красный и персиковый а так чтобы смесь прям вместе конечно же это ерунда это не так часто попадается очень редко я говорю мне один раз попался два цвета а так реально нет все я их посеяла и сверху тоже вот так вот и этим делаю и этим вот эти я уже полила все сейчас я засею здесь все потому что я сейчас буду сеять еще таким же образом гвоздичку вот эта гвоздика у меня посеяна в банке сейчас вам покажу она уже большая вот она она уже большая вот эта гвоздика в прошлом году я показывала вам обзор на альпийской горке ну просто загляденье девчонки это нечто именно вот такие салатовые красивущие очень красивые здесь еще белые вот есть здесь вот на картинке нет но еще белые у меня росли вот она видите какая уже большая видите я уже буду засыпать земельку сюда но земельку сразу говорю потому что не знаю когда я это сделаю нужно просушить просеять и сюда добавить потому что чтобы не падали не падали такие крупные палочки или что-то от земли сверху листочков а сухая земля она хорошо упадет затем сверху пульверизатором польете и обмоете листочки будет супер будет время покажу мои дорогие обязательно надо уже лутросильчик сверху я вот разорвала некогда потому что у меня стоят только две баночки я вам снимала показывала вот я вот такую дырочку сделала чтобы ну проветривались но надо конечно уже кусочек лутросила квадратик лутросил куплен и просто времени нет так таким же образом просто буду сеять вот семена вот как вот этим образом таким же этим буду сеять поверхностно поэтому как бы не буду это показывать потом я покажу самое главное что я хотела показать вам это как я делаю теплички домашние многие уже знают об этом с прошлого года если вам интересно зайдите посмотрите итак каким образом я это делаю беру пленку пищевую пленку беру палочки можно взять палочки вот такие вот втыкаю вот в один горшок самый крайний это палочки от китайского питания вот втыкаю вот сюда по краям аккуратненько аккуратненько там где у вас цветочки растут и не бойтесь либо же можно палочки вот видите какие любые другие палочки что касается что касается этого ну шашлыка вот так вот я их обламываю немножечко чтобы они у меня как бы покороче были и вот сюда по бокам их стыкаю вот таким вот образом и сейчас мы будем обматывать берем значит пленочку вот таким вот образом по краю обматываю это будет мини тепличка будет очень очень даже ничего я уже вам показывала в прошлом году ничего страшного покажу еще и в этом году вот так вот мы прокручиваем по кругу аккуратненько придерживаем это как бы скажете возня нет это возня да может быть для меня не возня но вы знаете как здорово потом растения у вас будут там шикарно как говорится расти и не надо будет открывать потом сидишь и думаешь вот когда вы вот здесь вот цепляете вот тут вот не знаю видно ли вам вот вот здесь вот вот прямо до низу видите то уже держится и уже хорошо главное пока вот пока начнете делать уже прекрасно все держится только придерживайтесь чтобы у вас не обламывалась ну на переходе вот не рвалась пленочка вот так вот таким вот образом переходим я делаю обматываю два раза вот и она прекрасно держит второй раз очень легко вот так вот просто держите должна она у вас на столе вот быть чтобы шла вот так вот аккуратненько и ручками вот тут по краю вот так вот держите по краю ручками и одновременно у вас все приклеивается вот одна к другой только придерживайте вот видите вверху вот так вот я держу и сразу одновременно она у меня приклеивается здесь вот подтягиваю внизу потому что там как раз ну удобно держится хорошо и всего и пошли дальше прям по горшочку вот так вот впритык держите ролик это вот это вот ролик с этой пленочкой и будет получаться прекрасно очень хорошо здесь когда уже на уголочках аккуратненько не торопитесь все и здесь вот как бы я заканчиваю где начинала я обрезаю аккуратнейшим образом и приклеиваю к ней вот так здесь вот внизу она очень хорошо приклеивается здесь верху мы вот так ее вовнутрь вот видите какая прелесть ну чудо просто чудо из дальше берем эту же пленку это пищевая пленочка и мы с вами покрываем вверх вот так вот хоп и вот здесь это обрезаем вот здесь обрезаем аккуратнейший образом это делаем не торопитесь вот чтобы легла у вас пленочка хорошо то есть вы вверх покрываете вот так вот раз раз все все прекрасно все будут у вас расти ваши растения будут рады что вы такую красоту им устроили посмотрите какая тепличка не правда ли просто чудо видите какая прелесть сейчас я ее поставлю на место и покажу вам как она будет у меня уже на полке это вообще супер что ж мои дорогие вот она тепличка видите большая еще у меня там есть одна ведь какая прелесть то что мы сели вам с вами вот ранее а это вот в общем все тут цветочки все которые мы сели я вам показывала видите греться ничего не будет это расстояние потому что вот это у меня уже давно вчера вчера я сюда еще и и сделала поэтому все прекрасно это у меня новый стеллаж с новыми подсветками свет который я купила которым я вам говорила это стеллаж такой вот железный такой вот покрашенный железо покрытие покрыты такой такой у меня стеллаж и не один есть под поле в подвале у меня есть обзор подвала тоже можете посмотреть с прошлого года и вот здесь все красуется все что я села и обязательно у меня еще другой есть я как бы я обязательно сделаю в общем но вот эту подсветку отдельно видео вот и расскажу вам все это новые подсветки у меня поэтому отдельное видео будет поэтому не спрашивайте я здесь не буду отвечать в этом видео потому что совершенно о другом чтобы ну видео не было длинным все удачи вам во всем